Дота Мани — новый сервис для обмена ваших вещей из Дота 2. Вам больше не нужно искать людей, с которыми можно обменяться. Достаточно просто авторизоваться на нашем сайте, выбрать предметы из своего инвентаря, которые хотите обменять, и те, на которые хотите обменяться из обширного списка. На сайте вы найдёте почти все популярные вещи из игры. На Дота Мани — быстрее, выгоднее, надёжнее. Дота Мани — новая эпоха трейда. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в нашем выпуске Miracle, приятного вам просмотра. Это как раз будет сравнительный такой обзор. У нас выходил на канале топовый Хускар, и Миркл сегодня играет на Хускаре, и можно провести параллель и сравнить уровень игры, игроков. На канале помимо топового Хускара ещё выходил Папарацци, а помимо Папарацци ещё был Эйс. И пока что Папарацци был, наверное, лучшим из Хускаров, за которыми мы наблюдали. По нашему мнению, действительно, Папарацци показал лучшую игру из всех. Даже лучшую игру, чем у того, кто спамит этого героя. Посмотрим, как отыграет Миркл, и можно подвести какой-то итог. И оценим вместе с вами. Напишите в комментариях, кто, по вашему мнению, всё-таки показался самым сильным Хускаром. Ну, вообще, сейчас Миркл достаточно серьёзно зафейлил в миде и пропустил милишного крипа. Не успел его заблочить, тем самым просто дал возможность Снайперу фармить под своим тавром. Но Снайпер вот елочку дал Шрапнель и отпушил лайн под тавр Миркла. Ну, такое. Закуп у него достаточно интересный. Брейсер себе взял. Обычно берут то виндлейс. Но на центральной линии, видимо, нужна плотность, нужные статы. Ну, и начинает нарезать по Снайперу. Вообще, как мне кажется, Снайпер крайне неплох против Хускара на миде. Как раз-таки, вот, раскачивая Тейкаем, третий спелл на рейнджу, ты просто стоишь и просто хитаешься с Хускарем. Ну, да, у тебя большая рейнджа. Можешь просто его рейд-кликать, стоять. Вообще, на Снайпере брать на первом левеле Шрапнель, это не совсем правильно. Шрапнель нужна на третьем левеле, и тогда ее только можно юзать. А так, ну, не особо сильно дамажит, как мне помню. Только лишь пушить лайн. На первом левеле, ну, она уже со второго левела нормально начинает дамажить. Ну, да. Третий левел герой. Третий левел героя, да, все правильно. Тогда, да. И получается второго левела Шрапнель, тогда уже она почти муру наносит. Возможно, здесь стоило выбрать раскачку. На первом левеле взять хэдшот, ну, в принципе, ты всегда на Снайпере берешь на первом левеле хэдшот. Чуть больше дамажа, оглушение, которое не дает возможности врагу хорошо ласхидеть на лайне. Микро оглушение. Вот. И потом уже выкачивать Шрапнель и на раз взять Тайкаим, как он сделал. Главное, по фастику снайперу сейчас принести себе ботинок на этот лайн. Побыстрее, чем Миракл. Это очень важно. И потом просто бегать от него. Тем временем, Миракл уже летит ботинок, а снайпера Куру почему-то из-за этого на нижнюю линию. Кстати, там задрот Мираны против играет и задрот Скаймага. Скаймага там, по-моему, 19-й левел, если не ошибаюсь. Ну и у Мираны там что-то в районе 15-го. То есть, прям, они хороши на своих героях, судя по всему. И вообще, пик у них довольно активный у вражеской команды. Они с таким пиком должны давить очень сильно. Да, у них очень сильные две линии. Тренд Мирана на топе, но боти Аскаймаг плюс... Кто у них фармит? Что? Непонятно вообще ничего. Сэнд Кинг плюс Скаймаг на боте. Хм, очень странные линии. Но тем временем, пик Миракла очень хорошего именно подстроен на пуш, на то, чтобы быстро закончить эту игру. Выйдем дровку, выйдем то, что Венга еще также есть. Венга четверка, я так понял. Да. Вот, и рейдж героя, плюс все это при поддержке хилищего героя типа Ондаинга. Ну и Хускар, который быстро заканчивает игры. Ну, враги на самом деле ответили неплохо. Ответили снайперам, который на хэй-граунде против этих всех героев чувствует себя максимально комфортно. Быстренький Мауш-стром и... Ох, и что-то спам в чате. Забытись, по идее, не будешь слышать. Откликнем быстро. Вот он стоит в хэй-граунде с Мауш-стромом наваливает Хускар. Очень сложно подобраться к снайперу. И, кстати, ведь, та игра, я вот, как сейчас помню, когда ты бороться стоял на Хускаре в миде, он тоже играл против снайпера. И единственным гениальным решением против снайпера это было купить блинг. Он просто на Хускаре заражил себе блинг и просто прыгал в него. Сокращать дистанцию очень быстро. На самом деле я не могу не отметить хрипстаты Хускара против снайпера. Это тотальный разрыв, если честно. Пак. Кресия снайпера. Он не кинул сразу наперед. Но у него тапка нет. Опять же, ему, во-первых, не дают куру завязать на снайпера. Это у него так-то 8 крипов, только вот недавно стало. Печально. Если бы он себе на снайпере принес бы быстрый тапок, то, возможно, он бы сейчас и убил бы Хускара. Но... Сильно ты давишь, может, умреть сейчас Миракл. Ну, ты чисто задавил на характере. Ну, у меня, наверное, по поводу даже приграл, потому что снайпер так стоит. Абсолютно 0 проигрывает в мид и хочется рубить его. Тип-молча. Так, два типа. Ну, дизморалят. Дизморалят. Ну, так или иначе, по левелу преимущество остается за Миракл. По фарму у него тоже больше. Как только купят себе Ормлет, я думаю, что снайпер будет умирать по КД просто. Будет заходить в спину, в смоках. Будет изощряться и находить способ его убить. Ну, так вот, два-три. Пока что ровно все. Тотального доминирования на карте нет. Мы забыли отметить, что Хускар подавра и дровки на миде стоит. 7 единиц в дамедже. Не так уж и много, но когда ты играешь против героя, с примером, такой же атакой по дамеджу, то это на самом деле заметно. Прямо ласки чего решаем. Ну вот, снайпер уже начинает немножко напрягать. Миракла. Есть ультимейт, конечно. Миракл не включил хилл. Блин, сложно без хила. Драться будет. Кстати, мне кажется, что хилл на раз все равно нужен. Потому что ты и лайн можешь стоять приятно, и пассивка, которая дает резист, и атак спид. Она, конечно, с левелом все сильнее и сильнее, но мне кажется, я на раз нужно оставлять. Потом брать хилл, потом уже брать возможную на двойку пассивку или на четверку стрела. Слушай, так он может уберечь снова. Да, он может. А, нет, парифайр есть. Кстати, без фарифайра он, по-моему, тоже умирал. Не умирал, точнее. Вроде бы хватало, да, ему хп. Когда ульта вылетела, по-моему, 95 хп оставалось. Сейчас, по сути, без фарифайра основа, потом, 20 дней здоровья. Блин, сейчас угарно будет, если он от крипов умрет. Ну да. Он близок к этому. Он не хочет делать ничего. Чего просто не пойдет на базу, не перегенится. А, слушай, мы, возможно, что он не летит. Ну, ничего не летит. Почему он не идет на базу? Я не знаю. Блядь, просто бегает. Чудит. Точно он дает на этого, он перепроверил. Он, кстати, с Джасом играется в команде. В этой игре. Джас играет на вверхе. Швайн-нажатый. Продолжать формить леса. Кстати, хуско неплохо шформить леса вначале. На ранних лавлах. Ну, конечно, они с Армидио с каким-то сленом или Антимагом с Баттлфьюрик. Они приобретают эти артефакты, но именно на ранних стадиях с Армлетом, он с Допхилом. Шикарно, вообще. Ну, то, что снайпер сейчас на миде стоит качается, это не совсем хорошо. Но снайпера раскачка меня, в самом деле, удивляет. Но, возможно, она правильная. В четверку просто он берет с себя, тейкаем. И гигантская РНЖ плюс 400. Просто стоит рекликает крипов. Возможно, решение Миракла абсолютно правильное. Пошел в лес просто, получил лев, получил свой Армлет и сместился на другой лайн. По-прежнему он хилс. Покажется, что тангусы его не особо-то регенят. Ну да, он мог уже, на самом деле, хилл три раза сзади. Возможно, не проседал бы так сильно. Сколько стоит хилл? 140 единиц на первом левеле. 12 восстановления здоровья в секунду. И еще бонус атрибута. Дается. Бонус при ранениях. Хороший хилл. Ну вот, наконец-то берет. Слушай, ну, с такими успехами, на самом деле, а у нас в статье еще и Эншн оформить. Почему нет? Да вообще может. Чисто лесной хускар от Миракла. Просто оставил снайпера. Ну да. Он понимает, что все-таки ничего тут больше не поймать на центральной линии. Да, снайпер просто так очевидно не подставится. Все-таки рейтинги у всех высокие, все хорошо играют. Кто-то понимает, что делать надо. Ну да, да. Поэтому он и замоксил на рейнджу. Плюс у снайпера есть фейзы, и с фейзами типа абсолютно невозможно к нему подобраться. Напускали при всем же вообще желании. До того, как ты купишь блинг или будь в детонной диспозиции, ты к нему не выберешься. Но тем временем Джаж делает дабл келл в Маме ранее и Сент-Кинге. Почти убивают еще Трантал, но он выживает в кустах с Аджукелсом. Качка продолжается. Интересно. Можем наблюдать за Джажом немножко. Правляется, кстати, в мид. Мы, кстати, недавно суша, а у Джажа вообще все-таки. Джейдж, ладно, вот, Джейдж, окей. У него все хорошо, у него вообще Дживелины, я так понимаю, да, в курье? Сейчас должен быть. Дживелины, да. Но Хускар, он себе несет в лес. Да, Дживелины. Слушает. А он себе смог взял на Хускаре. Наруша, она собирается идти. Да, забавно. Только Антон сейчас подъедет. Если он умрет. Это будет угарно. Не посмотрим. Так, заблочит спаун. Да. Нажимается смог. Слушай, а возможно, не Роша. Возможно, он захочет убить просто снайпера. Это будет, скорее всего, килл на снайпере. Слушай, снайпер прям как почувствовал. А он Верка увидел. Была инфа о том, что Верка идет на центральную линию. Низан. Он стоит прямо сейчас пойти просто на Роша. Боится, боится. Не может найти снайпера пока что. Так, снайпер дал только что. Ну да, здесь снайпер не выживет. Как же его разорвал это быстро? Я знаю, что подумал. А ведь, скорее всего, Хускару не хватит. Мирикова не хватит дамажа, чтобы убить снайпера, если тот сразу, просто моментально нажмет тэп аут. Как ты считаешь? Ну, допустим, у него 800 хп. Только просветился Хускар. Он ультует, естественно, в тебя. Минус 300 хп. 3 тычки. Я, по-моему, должен улететь. Ну, вряд ли, мне кажется, выживет. А мне кажется, наоборот, он выживет. Хз-хз. 800 хп очень мало. Ну, не знаю. Но, опять же, все зависит от реакции снайпера. Если моментальный тэп аут, как только показался хусик, то да. Вот если он еще должен кастовать тэп аут уже в тот момент, когда только прыгает, начнет, тогда да, тогда по-любому должен улететь. Но этого мы не знаем. К сожалению, снайпер успел среагировать. ПТ-шканек с артефактом для разгона небольшого. Ну, анекс артефакт по дефолту Алибарда. В принципе, для Хускара этот билл там самый дефолтный. Иногда берет еще себе маску, но сейчас у Хускара достаточно давно уже есть талант. На 15-м левеле, на лвих сил, поэтому этот слот обычно ничем не занимает. Берет Алибарду, кто-то берет еще себе Драгон Лэнс. Ну, эти артефакты. В принципе, хороши на хусике. Забираю тропу этим временем на топе. Возможно, еще погонятся за Анлайнгом. Анлайнг тут тоже заберу. Доблкилл. И верхняя линия, скорее всего, будет скушена. Ну, Меркл пока что фармит леса. Просто отсюда не выходит. Там, кстати, реген лежит. Кстати, мне вот именно Мидоу Скаром, наверное, играть посложнее, потому что у тебя хоть и больше экспириенсов, в отличие от Кирихусика, но на Кирихускаре тебя опекают саппорта очень часто. И... О, чем мимо регена прибежал? А, он не хочет его брать. Он же с регеном не будет так быстро бить, правильно? Логично, аналогично. Он тут снил армлет, я сейчас. Скилл нажмет. Он даже не стал нажимать на себя, просто забирает героя, понимает, что может потерять время. Переключает армлет. Снайперс ультимейт, очевидно, не заберет. Пускаро очень много хп-плюсар. А он армлет будет санул. У аркибаллистики. Есть инфа о том, что реген на нижней линии. Шрайн просто вписался сенкинг, вульта от Миракла, но не додать шнолы. Дасты. Включили, но на санкинг был уже не вынывить. Боже, как быстро герои убирают. Боже, как он может быть в форме, то это за герой. Но и Moonlight. Здесь, скорее всего, выше. До стеклдаун еще 10 секунд. Есть сентря у самбака, сентря оставится. Будет ли попытка дальше идти, но нет, нет, вижу, но и не стали давить. А дровка тем временем потихонечку сплетит топ. И заберет тавер. Да, вкусный тавер. Подрались они неплохо, 12-12 на 14-й минуте, это активная нота. Уже сентябрь будет через 450 голды, через 400 уже. Миран, еще где снайперы очень сильно откидывает шапнелью, неприятно. Я думаю, что я мелькнулся до сюда отойти. Шквал просто с полов летит. Да, ману, это даже без ману сложно. 600 голды получается каймак 765, точнее, не то отобразилось изначально. Очень много и у скаймага сейчас будет просто ТОС. у него действительно уже есть АТОС и помимо АТОСа имеется 2 нулика. То есть под деньгам у него все просто очень хорошо и, видимо, он знает, как на этом герое бахать, раз столько денег накопил. Учитывая то, что Скай умер 4 раза, по золоту невероятно все шикарно. А ТОС значит, что он соло убивает вверху, соло убивает дровку. Да вообще любого героя, кроме, наверное, Хускара. Банально, потому что тот имеет огромный резистор мулят. Стоят между сентриками, хотят подловить врагов, но они пока что очень аккуратно играют. Тут тренд Moonlight, конечно, можно, который рук вижу. Монетка пригодится. Миргалпом срешилтал. Монет. Ну а если еще и стрела залетает, отлично, забирают. Ну а если что-то доволен, башнира клава зрел. Ну красиво сыграли, а что нет-то? Красиво, красиво. Красиво аж было. Мы не болеем за мир рекламы, мы должны с холодной головой все это дело комментировать. Мы соблюдаем нейтралитет. Мы за красивую игру, нам в принципе без разницы как там что происходит. Ну да, все нормально сделали. Если бы X-Mike 88, я должна фейк, а не настоящий X-Mike. Если бы он не подкабал, бы дарировал и законтачил оба. Молодцы. Передавили немного, слишком долго они стояли на боссе, при том, что у них не было дрова рейнджа в меньшинстве, а у врагов такие герои, которые принимают файт очень легко. И поэтому наказали их. Надо просто в этой игре, мне кажется, купить быстренько Husqara. БКБ себе часто берут на Husqara БКБ, потому что банально очень много контроля и могут его нарезать в руке. А что с зомби с подожди? А это кричалка такая у него? Понял, насмешка интересная. Не видел. Тамбанер не совсем удачный тамбан. Он стомерил сейчас просто иншин так поформить. Немножко больше золота. Набудьте временем должны забрать сейчас невинный возможно еще продолжат побег за Джошем. Слушай, как же все хорошо не делают. И Джоша вместе с Франжифол забирают в таверну. Таверну, ребятам. Несерьезно как-то они на боте остались. Просто скаймак тушатых. Ну, когда ТОС быстро появляется скаймаги, понятное дело, проблема начинается на карте саппортов, сразу начинают вырезать. Да-да, в РК вообще невозможно играть в РК пока у тебя нет форстафф. Ну да, и не особо то ей хочется на ВРК форстафф покупать. Ну да, блин, БКБ. БКБ дорогое. Засейвил Авенгад только что. А вот не знал Трент, а там стоял Сентрио быстро он его вырубил. Трент уже кастовал свой ультимейт, но не успел. Сейчас будет Элибарда. Но проблема в том, что единственное кто бьет с руки до которого герой, до которого может добраться Мирикл, это Мирана. А что делать со снайперами? Алибарда конечно дает мне сын, Ну возможно после Алибарда он себе уже приобретешь что-то типа блинка блинка не знаю посмотрим Возможно он просто положит болт А может быть задача джи убивать снайпера может быть они как-то распределили свои обязанности в игре Ну и что-то да что-то нужно сделать со снайпером Да и отправляется на Рошан Золотой Рошан Красавец Подмин с армором все достаточно быстро сделается слишком много урана и венга плюс дабы армора Холибар тоже прилетела мист теперь Рошан миссует вообще быстро очень быстро забрали сообразили враги что на Рошане что-то неладное но поздновато поздновато снайпер шок на регион до тренд протектора кускар моментально страйд рента те времена ответ как генгу венгай андайн ставь верный miracle все еще живет и кошка догорит айгис пропадает его точнее взбивают и снайпер все это время стоит на хэгра уди настреливает не дождь стоит просто отойти огромная проблема этот снайпер просто стоит с огромной дистанции щелка это он еще себе драгонлайн скопил чтобы держать дистанцию держит и получается как же они быстро пушат на самом деле в родственной команде вообще ошибаться нельзя в этой игре любая ошибка это минус сторона может быть тут главное не ошибаться снайперу и любому плюс одному с вдвоем они в принципе дефо это же хайгаун потому что снайпера кидает шапнель нажимает и даже хускар хотя он плотно сми сами снайпер нужно купить хотя бы дешевый артефакт на то чтобы миссии так часто не работали это милстром если молния прокай то она игнорирует все мясы особенность не знаю насколько давно это ввели но это приятно то есть ты не можешь миссануть когда у тебя прокает молния то есть она все равно будет дамажить молния против ускара конечно не так сильно из-за его резиста но все равно доп дамаж по другим юнитом это приятно форстафен покупает первым артефактом и пику дальнейшем хочет что джейдж умер от птицы судя по всему из души невозможно просто на варке играть без форстафа против этого мерзкого героя слишком много дэмэджа бкб дорогая как уже обсуждалось 4000 поэтому нужно прям первым артефактом и на после джавелина или после уже штрама варить либо бкб либо форста иначе геймплей становится очень скудным это мирикл понял поэтому сразу же действительно поставил себе филбай херекин пайк догонять кошку в ротах форсов много обилок в принципе форсов в этой игре вот так вот догонять врагов снайперу подбираться фарм лес эти неприятные крипы но в принципе хускар все равно на них 15 процентов компиризма на 15 левле берет хороший талант мне кажется он как раз таки очень много компенсирует когда хускар не собирает себе маску маска стоит 900 голды чем быстрее тыс на хускаре собираешь алибарду тем когда мало хп бьешь бешеной скоростью атаки соответственно регинир все очень быстро ну да плюс твой родной хилл inner vitality не разница этот спал потому что никто не смотрел не так часто хускар фигурирует профессиональных матчах хотя иногда его берут хотя я беру да иногда берут вообще этого героя любят смотреть ну знаешь просто никто не хочет рисковать пика хускара я помню что ликвиды в финале какого-то турика можно даже финале до предыдущего брали хускара на б-105 когда ты играешь 5 игр у тебя есть возможность рискнуть немножко и пикнуть вот такого героя типа хускара или что-то подобного чем ты можешь очень сильно облажаться можешь и быстренько выиграть игру на миде тем временем файт снова забирает джаша снова венжифул и антайн таверни просто их крошат всю его команду пока что отправили в таверну нас здесь еще и кстати умрят нюнга андровка неприятно просто подарили очень много денег отличается не знаю пока что нет смысла байбайка никто не будет 30 секунд аносит кир таверны развалит здесь хостой интересная пауза возобновляет форста еще имеется лоскома тем временем нет маны что делать нету центра стояла кстати об этом знали вовремя скамак просто дошел молниос отлично все делаю он знал да там трента убивали он понял что ему в ту сторону не вариант идти ой я смотрю на кошку и мне кажется такой грозный если хускар он вдруг стоит встань мир она просто отдает талип и на 15 лавре у нее есть сток скорости атаки отлипа и у нее сейчас уже будет мкб и как же она все-таки будет уничтожать хускара прям бух там верно демыш будет дикий залетать 200 урона в сроки плюс мкб пропит нереально а тут жесть попытался убить снайпера ну почти удалось но как-то не очень работали молнии немножко не повезло ему и вот снова скаймак его наказывает подчас лопат венге очень хороший подсек и голод летит не уже некоторые из про игроков некоторые из про игроков называют его гх 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 открытчиком подпошли нижний line без аегис они никак на фигрант вообще не зайдут потому что слишком много всякого кстати хотел заметить заметить то что джей топ-4 левел и такого не было никогда за всю историю по-моему доты лимара да он у него товар топ-4 то есть ну много до у него никогда не был так близок к топ-1 рангам он потеет знаешь просто перед нутом все игроки которые играют действительно хорошо они тренятся и поднимаются до этого ему было просто все равно на паблике когда ты играешь уже по сути в высшей доте выше лиги выше лиги выше лиги игры подзабил иногда играл папчики чтобы руки не приснивели чтобы кнопки нажимались и сейчас нужно прийти в полную форму начал играть и видим что достаточно хорошо хотя конкретно в этой игре но в принципе никаких особых мог от него не было он просто хорошо поставил line но дальше против sky maga особо ничего не сделаешь и поэтому он поставил себе фигбай бэкбэш дровку забирают на верхней линии был монлайт ее хлопнули нарисовали планы по заходу по нижней линии он решил себе просто купить маншард а для чего для чего его маншард не знаю посмотрим для быстрого регена судя по всему вообще у него форсу вообще у него фигбай сейчас ираке разы это более нормальный вариант ультатом тапа тренгера отлично оставались но слушай он живет но вот тебе и снайпер просто снайпер ирана мкб мяна подошла просто уничтожила хускара ну вообще молодцы мне нравится краска и команда отведывает они прям вообще все четко делают а еще и венгу убили когда-то ты пала в хрустах нажимал от молодцы слушай я я даже за них болеть уже начинаю молодцы прям хорошо становись становишься на ту дорожку они не реально красивая играет прям уж приятно смотреть на пик дайр опять что он нацелен на то чтобы вы как-то вместе быстро играть задавить хорошо левые хорошо пик у них контроль хорошее ауе стан есть плюс ауе ультимейт трэнта ауе ауе сейчас возможно стычка будет на батик ускара нет поэтому команде дайр наверно не нужно подраться мир она имеет очень много дэмэдж но не совсем много поэтому джейдж у него вообще молния работа у него из трех секунд работа ультимейта один раз вполне плод пропала этаж неправильно бьет скоростью света не самая быстро так спиды в доте и ну такое да бы кбхе здесь нужны текст все собирают бкб себе я все-таки почему он себе очень купить потому что он потом кузов и разу все-таки что так закинул онлайн нажимается от врагов тут же пиков и дровка бедная дровка просто по кд стоит в контроле и и уничтожают и а пик а то в кд он живет еще еще живет мир она в контроле поэтому никому было бить просто по пускару еще и мисс возможности да кликнул помирание увидел мкб слишком сильно мкб ректит скажем кайт в грехах на венге то а что творить засранец сейчас вам имеется слаб станциях он не прожил жрайн надо было классно кликалак но тем временем снайпер просто кайт линии нижней низкой все будет спушена потому что кускар в таверне джаж также поверни дровка резается носова абсолютно ничего не сделает поэтому товар просто отдают бахника и маг конечно заряжен по самое не хочу но как у меня он купил несколько лишних артефактов вот если бы гостям он не взял бы и за почему делал и текст был приобрел себе мне кажется это же вообще прямо да 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 у него конечно дэмэджа много но хекс реально отличный контроль на того же хускара пока у него нет бкб тоже врк от ее увидел зато сам да и не убьешь а если ты нажимаешь мне хекс она не успевает нажать бкб то ты и щелкаешь да причем очень быстро лавовской мага поэтому не нам его наверно садить 600 ран неплохой для спамер одного героя и сейчас будет наверно финальная битва за рошана то выигрывает тот возможно выигрывает игру если нет ббков 6000 преимущество вражеской команды пока что не очень гладко смог не самый заделивый смог просто через мид пойдут им главное убить скаймага 1 если скаймага минус скаймаг должен быть расходятся в разные стороны ничего не цели просто сделать ой как же вы просили они зазнались просто зазнались уничтожают мир и мне понравилось как они разошлись это было сделано из-за того что у вас команде есть сэнкинг и они боялись что он панельно ворвется и всех застанет в момент и очень красиво разбежались слушал сварует он мог украсть да мог винга засланировать он бы скорее всего успел бы даже если вы венгами на не не успела бы среагировать да там была причем доли секунду скорее всего бы он забрал есть по нему слову конечно сыр то он успел кликнуть он уже тыкает на еге с нас я пойду делать они чувствовать его не поделаешь пойду честно хагаси таким он шарт нам шарта дает вижу дает так спит нормально бьет быстро достаточно немножко бизнес вижу ночью плюс 400 как же больно мирана его пробивает непонятно хороший или плохой эпицентр по двум героям массу апс лапнули снайпера немножко не позиции культует пускай помирание главное убить мирану и действительно забирают мирану у нее нет липов еще искай маку оставился да что вот так сильно упустили свое преимущество но и дровку убивают три полки уже есть ультимейт успеет ли догнать его успевает дотянуться с ультимейта это ультра килл вау ты листок дальности применения на двадцатом левеле и он просто начинает уменьшать дасты рэмпэйш такие вот пироги джаша тоже забирают кстати а дровка ведь камбай бакнулась чтобы дать хускару дэмидж сильнее вилл слушай у нее есть пика форса и цаи начинает бить снайбер на и тормить на это как а скорее всего хорошо все дела дровка смоках аккуратно крыса стояла и слушают то скорость отальгит смушардом он почти крик это бешеная три стрелы метит если запаузить просто заскринить как ты искал и реально вылетает не стрелы как я же купе да совершенно верно слушает этот рэшан реально стал ключевым моментом в игре бака башка имеется на тебе его выйдет чтобы сделать кускару уже эмирала не будет такой сильный скаймак абсолютно бесполезен снимать сооруды тронта а я думаю что не просто закончен а не про сейчас допустим будет либо кббк по нажимаете и подарю как раз стрела летела прямо кускарой за душе секунду успел поражать бкб скамотова сандра стоит ну не хватает и забрал дровку почти немножко не хватает все-таки на бедровку на что толку кто теперь будет давать хорошая связка джейдж по двум героям и это минус 2 2 героя буквально за секунду стер их меркал и это 5 г хорошая грамм насыщенная насыщенная пошел умер там дали 1800 золота за него выиграли эту партию спасибо всем за просмотр пишите вам как вам этот кускар проведем голосование спасибо всем за просмотр всем пока-бока